Дневной разворот Разные данные Разные показания, очевидцы и так далее Мы сегодня свяжемся с Пермью С нашей коллегой Сотрудницей Эхо Перми Екатерина Шофеева И кроме того будем обзванивать руководителей Некоторых школ кировских И вообще поговорим Все для того, чтобы дать оценку уровню безопасности В кировских школах В кировских детских садах Не может это бесследно пройти Мы хотим обсудить, в том числе и с вами, наши слушатели Если у вас есть дети, ходят в школу В детский садик, то есть ваша оценка Мер безопасности, которые предпринимаются В наших образовательных учреждениях Либо все хорошо, либо все плохо В общем, во втором часе поговорим А готовьтесь, тем более, что вчера Володя Нас посвятил тоже Событие, случай такой странный На мой взгляд, родительский Очень в детском садике, в одном из детских садов Города Кирова, пять дней назад Уже теперь произошло это событие тому Мама привела четырехлетнего ребенка В садик, оставила его В раздевалке, пошла на работу Ребенок вышел из детского садика Сел на автобус В общем, и путешествовал по городу Но тоже вопрос, да Не только школы, но и детские сады Это будет все после 12 часов Готовьте свои истории Высказывания, предположения К тому, что нужно сделать Чтобы безопасность наших детей В учебных заведениях повысилась И может быть, ваше суждение О том, кто виноват в том, что произошло В Перми Радиостанции и интернет-порталы Очень много посвятили этому времени Вчера и сегодня К сожалению, я заметила, что телевизионные каналы По крайней мере, в итоговых программах Вчера вечером главные федеральные каналы Практически ничего об этом не говорили Ну, вот В первом части у нас анонсированное мною Вчера в программе особое мнение Тема Инициатором которой, на самом деле Вот явился Виталий Брам, который здесь присутствует Общественный активист Виталий меня сейчас поправит Я уже чувствую, что он готов Сказать, видимо, поправить В отношении того, кто же все-таки был инициатором Но я просто была свидетельницей И документ в мои руки попал Через тебя, Виталий Добрый день, Виталий Брам Кроме того, у нас Денис Ерохин В студии депутат Кировской городской думы Председатель постоянной комиссии Гордумы по транспорту Жилищно-коммунальному комплексу Экологии, безопасности и жизнедеятельности Денис, добрый день Добрый день Добрый день Уважаемый Илья Вячеславович Я цитирую письмо, которое направлено Господину Шульгину Главе администрации города Кирова От граждан города Кирова Великая Отечественная война Знаменательное событие для многих Начиная со стариков, переживших эти дни Заканчивая молодежью Которые знают об этом по книжкам, хроникам И рассказам самих участников Безусловно, память о событиях Произошедших в то время Нужно чтить и помнить И, конечно, победу советского народа Не забыл и город Киров Ведь Парк Победы и его мемориальный ансамбль Возведены на месте, где раньше была Деревня Пахомьева В память об ее погибших жителях В годы Великой Отечественной войны Все мужчины, проживавшие в деревне, ушли на фронт И не вернулись домой Вот такая преамбула к письму Которое было направлено, я так понимаю В администрацию города Кирова С подписями граждан этого же самого города И, насколько я знаю, оно уже зарегистрировано В администрации Да, Виталий? Ну да, то есть Хотел бы поправить Не только я был инициатором Справа от меня сидит Денис Ирохин Наш замечательный новый депутат Городской дома Который борется за наши права В том числе и он И еще была группа депутатов, так понимаю И граждан То есть По темам обращения, которые Света сейчас зачитала Подписалось порядка, наверное, 50 человек сейчас Плюс были предложены Даже больше Плюс были предложены Те подписи, которые мы собирали В 2015 году А это более 6500 подписей Которые Оригиналы Находятся в администрации президента В Москве За что подписывались люди, Виталий? Напомни, пожалуйста За то, чтобы вернуть парк Победы Муниципальная собственность Раз То есть ту часть, которая была продана Плюс люди подписывались Если говорить про 2015 год Там был довольно широкий спектр вопросов На самом деле еще Помимо парка По всей губительной политике Городостроительной Городе, которая велась У нас были замечательные руководители Города Основная была тема Естественно, парк Победы Ну я помню Народный исход 18 июня Да, вышло порядка 700 человек Не стоит забывать То есть Помимо этих 6500 подписей Помимо всех Жителей города Которые Абсолютно я уверен Все Любой Из 500 тысяч человек Я думаю 300 Были в курсе Того, что происходит И до сих пор в курсе Люди Смогли выйти на Улицу В парк Победы То есть Порядка 700 человек Довольно большое количество Хочу сказать вам Для города Кирова Именно честных людей На честном митинге С честными порывами Это очень важно То есть Как мы знаем Это все истории Шаг первый Наверное Вспомнить Что было То есть Парк Победы Что это за парк Это на самом деле Не просто Не погодите Давайте перед тем Что было Мы так и не озвучили Что на самом деле В этом письме есть Я ведь только Зачитала Лирическое вступление Я бы так сказала В этом письме Там есть конкретные Собственные требования Далее Далее излагается Как раз история Участка Которая прилегает Вот так сейчас Будем говорить Прилегает К существующему Парку Победы И которая Как раз в 15-м году О котором же мои коллеги Начали говорить Явилась спорной Спорной Между Я так понимаю Администрацией Города Кирова Бизнесменами Которые участвовали В администрации Города Кирова И главой Города Кирова В то время Владимир Васильевич Быков был Гражданскими активистами И тем самым Обществом В количестве 6,5 тысяч Человек Которые подписали Письмо О том Что нельзя Отторгать Этот земельный участок 4,5 гектара От Парка Победы И здесь должна быть Рекреационная зона А не строительство Я бы немножко поправил Конфликт был не между Администрацией города Застройщиком Или там Собственником Новым И Жителями города Был между Жителями города И Администрацией Вместе С новым Собственником Который был Окей Администрация С новым Собственником На одной стороне 6,5 человек Тысяча человек На другой стороне Значит Излагается В письме Далее Излагается В письме История Парка Победы Начиная С 1961 года И далее Далее В письме Очень коротко На самом деле Рассказана история О том Как отторгался Участок 4,5 гектара Как он был Переведен В новую Зону Использования Которая Позволяла И позволяет Теперь Согласно Решению Суда И ни одного Насколько я помню Строить Например Жилье Многоэтажное При этом Мы помним Что в этой истории Очень странные Цифры Фигурировали Стоимость Участка Составила 338 тысяч Рублей В то время Как Эксперты Ее оценивали Как минимум В 14 раз дороже И это указано В письме Которое Зарегистрировано В администрации Города Кирова И ушло На имя Ильи Шульгина Илья Шульгин В курсе Что письмо Пришло В администрацию И далее Мы должны Сказать Какие Предложения В этом письме Указаны Я прямо Попрошу Дениса Ерохина Зачитать Вот эти пункты Которые в конце Письма В общем-то Мы почему читаем Потому что Еще нигде не опубликовали Это инсайд Это у нас Только в эфире Сейчас впервые Звучит Вчера впервые И сегодня Уже более подробно Пожалуйста Какие требования В этом письме Есть Значит Требования В этом письме Значит Под этим Письмом Я еще раз Повторюсь Подписалось Большинство депутатов Это Городской думы И городской думы И законодательного собрания Кировской области Подписались Прости Дениса Если так По фракциям Пройтись Партийная принадлежность Я думаю Что тут нет Никакой Партийной принадлежности Тут Как раз В первую очередь Здравый смысл Потому что То что Произошло И то что У нас Кому-то пришло В голову Продать Часть Парка За 338 тысяч Ну Я не знаю Это просто Ну Не поддается Даже никаким Объяснениям Это просто Качунство То есть Есть вещи Которые просто Ну Дельзя трогать У нас Мало того что За период Эти Десять лет Правления Бездарного На мой взгляд Правления Старая администрация У нас Изуродовали город Я думаю Что Многие со мной Согласятся Особенно то Что касается В плане Городостроительства Это и точечная Застройка Всем известно И Там Ну все что можно Там Как бы Изуродовать Изуродовали Вот Сейчас например Даже В центре Деобходимое Строительство Школы Участка Практически Нет То есть Остается то Что Где строить Но очень сложно И Вот В том числе В связи с этим Возникла У вас идея Вот это письмо Написать Итак Денис Ерохин Сейчас говорит Что депутаты Подписали Вот давайте Депутаты Жители Города Активные Жители Общественная Палата Тут Нет никакой Партийной Принадлежности Тут именно Те Кому Данная Ситуация Давайте Перед Перерывом Попутной Просьба Учесть мнение Жителей Города Кирова Считающих Незаконной Продажей Части Земли Парка Победы Вернуть Данный Земельный Участок Собственность Муниципального Образования Город Киров Обратиться В вышестоящие Судебные Инстанции С заявлением Об обжаловании Данного Решения Те которые есть Обратиться В следственный Комитет Российской Федерации С заявлением О причинении Муниципальному Образованию Город Киров Ущерба С привлечением Виновных Лиц Допустивших Данное Нарушение Вот Такие Требования Город Киров Пункт Третий Обратиться В вышестоящие Судебные Инстанции С заявлением Об обжаловании Решения И пункт Четвертый Обратиться Следственный Комитет Российской Федерации С заявлением О причинении Муниципального Образования Город Киров Ущерба С привлечением Виновных Лиц Допустивших Данное Нарушение Четвертый Пункт Наверное Самый Серьезный Никогда У нас Еще Такого Не было Чтобы По какому-то Спорному Вопросу Люди Ответственные Чиновники Например Привлекались Даже если Было Найдено Нарушение Я по крайней Мере Не припомню Что касается Земельных Участков Я не знаю Вы меня Может быть Поправьте Что касается Земельных Участков Я такое Не помню На моей памяти Такого Не было Почему Включили Такой Пункт В Это обращение Потому что Безответственности Будет Безответственность Если ответственности Нет В любом случае Ну если немножко Отойти Допустим У Калини Скорема Которую Сейчас мы все Помним Золотые парашюты Все проще 2 миллиона рублей На 3 человек Все понятно Но как Те люди Которые Могли В принципе Науправлялись За этот год То есть До них Тоже были Другие управленцы Которые Науправлялись Пришли Новые Науправлялись Ушли Выписали Эти премии Конечно Вопрос спорный С стороны Юридической Потому что Договоры Я уверен Что прописаны Все пункты Были И Не могли Не сплатить Да Но это вопрос Уже Второй То есть Как бы Как-то Знаете В чем радость Для меня Здесь была Я наконец Поняла Сколько Там Составляет Зарплата Начальник Управляющих Компаний Если за полгода Он получает Компенсацию В миллион рублей Да За 6 месяцев За полгода Ну Смотрите Да 2 миллиона В год Зарабатывает Директор Управляющей Компании Некоторые По 6 Зарабатывали Некоторые По 6 Зарабатывали У нас есть Телефонный Звонок 211-101 Напоминаю Мы просили Вас Четко Выразить Свою позицию Вы подписали Бо Эту петицию О возвращении Участка Прилегающего Парку Победы В муниципальную Собственность Или нет Добрый день Алло В эфире Сорвался Да Звонок 211-101 Пожалуйста Звоните И говорите Но Давайте Все-таки Вернемся Как мы И хотели К этой Истории 15-го Года И еще раз В нескольких Словах Обрисуем Ситуацию Участок 4,5 гектара На котором Находилось Футбольное Поле Теннисные Корты И Какое-то Количество Растительности Был Изменен Благодаря Городской Думе И администрации В статусе Своего Использования Переведен Статус При котором Можно навести Жилищное строительство И продан Я так понимаю Давайте Пройдемся По всей истории Очень коротко Тезисно Давайте Основные Там реперные точки 1961 Сейчас пройдемся Только давайте Примем звонок 211 Друг Быков Звонит Хочет вернуть Алло Добрый день Алло Алло Да здравствуйте Представьтесь Пожалуйста Ваша позиция Мы вас слышим Алло Мы вас слышим Хорошо А вы нас Да вот Вот теперь я вас слышу Давайте четко Как вас зовут И ваша позиция Меня зовут Александру Петицию Однозначно Я бы подписал Почему Также хотел Также хотел бы Поблагодарить Активистов Тех людей Которые Инициировали Эту Петицию Это письмо Потому что Без них В городе Был бы ужас Просто волос И дыбал Если бы они Не делали Свою работу Александр Спасибо За благодарность Еще два Дополнительных Вопроса Во-первых Как вы думаете Каков будет исход Вот этого Обращения В связи с тем Что Эхо Москвы И Вам тоже За это Спасибо Привлекает Общественное Внимание К этому вопросу Я все-таки Надеюсь Что вопрос Решится В положительную Сторону То есть Участок Будет переведен Муниципальную Собственность Но я сомневаюсь Все-таки Что виновные Будут наказаны Все Понятно Спасибо 211 Вот как-то так И высказываетесь Подписали бы Не подписали Петицию Каков вы думаете Будет исход Хочется отметить Что абсолютно Большинство людей В принципе Все Кем я обсуждал Эту тему А это очень большое Количество человек Абсолютно все Понимают Что продавать Через половину Гектара Муниципальной Собственности Парка Победы Тем более За 338 Тысяч Рублей Это абсолютно Бред И это естественно Мошенничество По субъективному Мнению Каждого Человека К истории 1961 год Решение о создании Парка Победы Напомню Что Парк Победы Создан на месте Деревья Пахомьева Это деревня Из которой Все мужчины Ушли на фронт Великая Деревья Война И не вернулись Там несколько десятков Насколько я помню 28 человек 28 человек И безусловно Они совершили подвиг Они даровали Всем в принципе Нам свободу Они побороли Эту фашистскую гадину А сейчас какая-то Другая Отобрала парк Который был создан На месте Вот этой деревни И все бы хорошо Длилось Прекрасное было Футбольное поле Парки Деревья Росты Все прочее До 2007 года В 2007 году Был заключен Договор аренды участка Мы говорим про один из участков Который идет сейчас речь Про 4,5 гектара Которая купила компания ООО «Кзорс» Это кировский завод Охотничества И рыболовного снижения Хозяином Который является Господин Гефаркин Дальше идем С 2007 года Он в аренде В 2012 году Произошло изменение Разрешенного использования Земельного участка А именно С зоны рекреационного назначения То бишь там парки Скверы и все прочее На зону Ц5 Ц5 это Общественная деловая застройка С возможностью Постройки Жилой В том числе С 2013 года Если мы посмотрим По второй линии Была цена Кадастровая стоимость Участка 155 миллионов В 2015 году Она опустилась До полутора миллионов рублей А в 2014 году Было выдано Разрешение На строительство Спортивно-оздоровительного комплекса Это как раз таки Очень интересно В суде звучало Что они построили Якобы футбольное поле А они на самом деле Просто огородили его Бордюром Который уже убрали Поставили там Вот эти трибуны Которых по-моему Тоже уже там нет Песочницу И в принципе все Кроме этого Стоит отметить Что там находятся Замечательные корты Теннисные И за это Безусловно Господину Ефаркину И компании Кзорс Спасибо Но это не значит Что можно эту землю За эти корты В замену этих кортов Купить за 300 тысяч рублей И дальше Назначение земли Неизвестно Будет То есть В 2015 году Идем дальше Прошла продажа Земельного участка За 20% От кадастровой стоимости От полутора миллионов Она была опущена Со 155 миллионов До полутора И продана За 20% От полутора Это 338 тысяч рублей За полтора За 4,5 гектара Далее идем В 2015 году В июне Было Народное недовольство Когда люди узнали Что парк победы А люди Узнали Как раз таки В преддверии 70-летия победы Великой Отечественной войны То есть Представьте себе Какое было Как людей Ошарашили В этот момент Кто-то продает Участок парка победы В 2015 году После Вот этих всех Волнений После сбора подписей В день Когда мы повезли Подписи В Москву В администрацию Президента И в генеральную прокуратуру Где бы Полностью поддержаны И поняты Прокуратура Кировской области Признала сделку Незаконной И подала в суд Сначала в суд районного уровня Это Октябрьский суд Который встал На сторону администрации Потом Это решение Было обжаловано В областном суде Который признал Что сделка незаконная Он принял все доводы Прокуратуры Здравого разума Людей И признал Что сделка Пришла незаконно И мы думали Словать ей Господи Помолились Перекрестились Победа Виталий говорил Победа Но нет Победа Мы понимали Что у них был Маленький Вот маленький Вариант Исключительный случай И он произошел Через несколько месяцев Уже весной 2016 года Когда в касации На решение Областного суда Предыдущее Дело отправили На пересмотр Снова на районный уровень И там уже По новой Октябрьский районный суд Встал на сторону Администрации И нового собственника А затем И снова Кировский областной суд Встал на сторону Администрации В апелляции И в касации И все прочее Да давайте Примем звонок Слушайте 211.101 Вы подпишете Такую петицию О возвращении Участка Парка Победы В муниципальную собственность Или нет И каким вы думаете Будет последствия Подачи подобной петиции Алло Добрый день Здравствуйте Меня зовут Татьяна Город Киров Вы знаете Мы слушали передачу Вот когда еще На вашей Радиостанции Шла передача Об этом Парке Победы И у меня в гостях Был внучатый Племянник Ему 8 лет И он слушал Эту передачу А потом меня спросил Бабушка А Победу Можно продавать Вот так Поэтому Я еще тогда Хотела приехать Но у меня был Гипертонический криз Я обязательно Подпишусь Если будет сбор Подписей И я конечно Зато по гектарам Там могла бы быть Построена школа Будет ли наказаны Люди Или не будут Наказаны Я не знаю Ну а вы как считаете Как нужно поступить Вы знаете Вы знаете Если сейчас Не накажут Время разберется И показывает История Иркутского мальчика Показывает История Вы имеете ввиду Про выступление В Бундестаге Нет Другой Который нашел Кто мучил Его деда Понятно Спасибо Спасибо До свидания Спасибо 211-101 Мы говорим О судьбе Участка прилегающего К существующему Парк Победы Есть петиция Которая подана В городскую администрацию С просьбой Разобраться И вернуть участок Муниципальную собственность И например Предлагает Слушатели Слушатели Предполагают Что там могла бы быть построена школа Например Как-то так 211-101 Высказывайте свое мнение Будете вы подписывать Такую петицию или нет И чем дело может кончиться И еще Хотелось бы добавить На самом деле Там же есть второй участок Он тоже Ну Поменьше Но не совсем маленький Там уже ведется строительство Который был выдан Под строительство Спорткомплекса Спортивного объекта Это другой кадастровый номер Это другой кадастровый номер Это ближе к улице Монтажный Который отошел Компании ССК Под спортобег Спортобег Я вот смотрю на фотографии В 12-м году его возвели И картонный домик Абсолютно который Картонный В августе 12-го Он возведен В сентябре Он Его начали разбирать И он до 16-го года Сделал разобранный И после выборов Заказатель собрания Кировской области На следующий день Туда заехала Строительная техника Это как называется И строится сейчас Там сейчас Жилой дом Причем строится С нарушениями Которые подтвержены В том числе и прокуратурой То есть У нас какой-то вот такой Бесконечная Сейчас какая-то Слава богу Сейчас у нас Новый глава администрации Новый мэр города Такое ощущение Слава тебе господи И надеюсь Вся надежда Выдаёт разрешение На строительство Полезных социальных объектов Спортивной инфраструктуры А потом говорит Как бы Обманите меня Обманите меня Вот ведь всё же понятно Сделается вот это Я закрою глаза Я буду спать пару лет А проснулся Оп И новая действительность Но я же ничего Про это не знаю Ничего уж с этим делать Ну пусть будет Кстати Вот если посмотреть Там два участка То есть Если говорить про большой участок Он пока что не застроен Но у него все возможности Есть пойти по пути Участка Который вот Находится в 100 метрах от него И где строится сейчас Жилой дом Давайте примем Звонок 211-101 Спасибо компания ССК Вы вообще молодцы 211-101 Алло Добрый день Алло Алло Да пожалуйста Да мы слушаем Как вас зовут Ваша позиция Здравствуйте Владимир Город Киров Да Ваша позиция Вы подпишетесь Под этим письмом Да я подпишусь Но я хотел просто Такую ремарочку Небольшую ставить Вот я слушаю передачу И этот спор весь Я не то что там На чьей-то стороне А вот Чисто вот как бы Если исключить здравый смысл То тут все-таки Мне кажется Корень зла Вкроется в том Что люди пытаются Оспорить Право А не обязанность Все-таки Муниципалы Вот это было решение Все-таки Муниципального образования Дать эту землю Продать То есть по большому-то счету С точки зрения Скажем Закона Как можно оспорить право Это право А не обязанность Да Они дали Они сочли Нужны продать вот за такую цену Вот если бы Пересмотреть Закон Кировской области Скажем Да Градостроительный Вот тогда бы Да Можно было бы Действительно Спрашивать С наших Так Да Сегодня идет вопрос Об оспарении Вот этого права Это вот фактически Как предподаватель Выставил оценку Скажем Одному пять Другому три Как можно оспорить Это субъективное мнение Вот тут примерно То же самое Субъективное мнение Спасибо Спасибо Мы вас поняли 211-101 номер телефона Прямого эфира Мы продолжим наш разговор После короткого перерыва Продолжается программа Дневной разворот Здесь в студии Владимир Сметанин и Светлана Занько Денис Ерохин Депутат Кировской городской думы И Виталий Брам Общественный активист Мы обсуждаем Петицию Которую Написали Активисты Она подписана Пятидесятью Депутатами Городской думы ОЗС И активными гражданами Эта петиция Призывает Главу города Главу администрации Илью Шульгина Отменить решение Администрации Которое было принято Уже теперь Запуталось я В каком году По передаче По продаже Участков У парка Победы За 338 тысяч Рублей С целью Я так понимаю Предотвратить там Многоэтажное строительство А вернуть этот участок Под Если уж и застройку То социальных объектов Вот например Денис Ерохин Предлагал И одна из наших Слушателей Один из наших Слушателей Предлагал построить там Школу Но кстати говоря Совершенно верно Заметил Слушатели Звонившие до перерыва Что как же так Ведь судя по всему Все было сделано По закону Принято решение Администрация Дала разрешение Человек там Выждал определенное время Купил этот участок И что ж Вот теперь Нарушений-то прав не было Это суд подтвердил Денис Ну Ты Юра Возможно Как бы сделано Все более-менее Правильно Это Как бы Юридически Но Самое Получается так Что Здравого смысла В этом естественно Никакого нет Я думаю Что Способ Обжаловать В дальнейшей инстанции Это есть Надо Смотреть Все Процессуальные Нарушения Которые там Возможно Могли быть Мне так же Не понятно Почему Заключение Прокуратуры Было Так скажем В пользу Администрации Прокуратура В окрасе На стороне людей Да На стороне Вернее На стороне Да На стороне людей И Получается у нас Администрация Я немножко Неправильно выразился Администрация И Получается Спорила с прокуратурой Что Ну Даже Предположить Минимум Смешно Казалось бы Что у прокуратуры Что у администрации Должны быть Одни Благие цели На До улучшения Саможизни людей И так далее До соблюдения Законности Наших всех Интересов Но Видимо И в данном случае Поэтому Я думаю Что варианты Как Забрать Этот участок Есть Я думаю Что Существует Вариант Отмена Распоряжение Продажи Данного Земельного Участка Да Наверняка Будут Со стороны Покупателя Земельного Участка Какие-то Претензии Ну Естественно Администрация Должна Будет Возместить То что Он заплатил 338 тысяч Мы сейчас Прикинули В перерыве 338 тысяч Это две зарплаты Директора Управляющей Компании Ленинского района Господин Мельников Вы нас слушаете Наверное Отзовитесь Отзовитесь Прямо в редакцию Приходите Мелочи Мы не принимаем Мелочи Мы не принимаем Здесь Поэтому Я думаю Что все равно Какие-то Варианты Есть По-любому Этот участок Необходимо Возвращать Потому что До сегодняшнего День У нас Понастроена Куча домов Куча жилья Но Мы сейчас Сталкиваемся С тем Что у нас Негде строить Школы Школы Мне бы хватило И я думаю Что школа Погла Вполне Там Как говорится Была бы Необходима Учитывая Что Напротив Авторынка В сторону Луганска Планируется Строительство Жилых домов И Мы Потом Так же Столкнемся С тем Что у нас Негде Будет Строить Такие Социальные Объекты У нас У нас У нас Телефон Звонок Давайте Послушаем Алло Добрый день Как вас зовут Здравствуйте Это Владимир Снова Вот Я сейчас Слушаю Как бы Фактически Комментарии По поводу Моего Предыдущего Вопроса Комментарии То есть Тут единственное Хотел бы Такую ремарочку Ставить Еще Что Вот Сейчас То что он пытается Говорить Что найти Процессуальное Нарушение Это все Это не объективно Ну не актуально Почему Потому что В принципе Даже если будут найдены Какие-то Процессуальные Незначительные Нарушения Они в целом Не влияют На выводы Суда Тут немножко Надо в другом Тут надо искать Вновь Открыть все обстоятельства Я считаю Вот послушав Немножко Вникнув В эту ситуацию Есть нарушение Единственное Какое Потому что У нас Рубцова Главный архитектор Города Кирова Она не является Заместителем Муниципального Образования То есть Во всех субъектах Российской Федерации Вот тут взять Соседи наших Нижний Новгород Там И другие субъекты Везде Главный архитектор Является Заместителем Главы администрации Города То есть В данном случае Вот это и есть Является нарушением То есть Подпись Рубцовой Она Как бы Получается Ну как бы Не имеет Юридической силы Понятно Но у вас есть Принятие решения У вас есть Какое-то Юридическое Образование Владимир Ну есть опыт Небольшой Понятно Определенный Поэтому Если в этом направлении Будете двигаться И признавать Подпись Рубцовой Недействительной Поскольку она Не является Заместителем Градо Вернее Заместителем Муниципального Образования Все Оставьте свой Телефончик В редакции Мы просто позвоним Как бы Если уж у вас есть Юридическое познание И опыт большой В этих делах Почему мы Давайте вместе Отобьем этот парк Давайте Поговорите с нашим редактором Оставьте свой номер Телефон 211-101 Надо сразу сказать Что конечно же Мы как всегда Предоставляем наш эфир И нашу студию И противоположной стороне И сюда могут прийти И люди Которые возглавляли Администрацию В прошлом Принимали решения И господин Ефаркин И другие заинтересованные лица Которые могут поспорить С вот этой петицией Хотя наверняка Именно в силу того Что все Судом уже признано И юридически вроде бы Как бы соблюдены Вполне возможно Спокойно будет сидеть Новые владельцы И там Работать дальше Над своими планами Имея там На это сейчас Всезаконные основания Меня вопрос другой Волнует все-таки Почему Почему Когда Шесть с половиной человек Подписывают Письмо О том Что они хотят Видеть здесь Нежилое строительство Рекреационную зону Например Или социальные объекты Почему Это мнение Никак не Учитывается Я вам объясню Потому что 500 тысяч человек В городе Кирове А то и больше Сколько у нас 540 же Вот включая детей Всех Младенцев Подписались бы В свое время За то что он Городом Не управлял Владимир Васильевич Быков Подписались бы Но именно Тут мы Упираемся Камень преткновения Это именно он Я не знаю как бы они подписались Владимир Васильевич Быков Избирался в городскую думу Этими же самыми людьми Да между прочим Да нет выборов Ни о каких Ну что мы о чем говорим И теперь Вот эти ситуации Не будем Про выбор Смотрите Есть именно про юридическую вещь То есть в практике Присутствует такое Буквально вчера Общался с хорошими Довольно юристами Если отменить Именно заключение То есть Распоряжение администрации На основании которого Произошло заключение Договора по продаже То тогда в принципе И договор можно там В том числе Когда отменялось Распоряжение О смене разрешенного Видостроительства На дом и участках Такое в принципе было В Кирове В Кирове И другой еще момент То есть Вот как сказал Звонивший нам человек Забыл как зовут Владимир Владимир По вновь Открывшимся обстоятельствам Конечно это Будет являться В том числе И поводом Для рассмотрения Нового в суде Всех инстанций Я думаю Что у правоохранителей Такие данные Есть Я сколько общался Со многими из них Они крайне недовольны Я думаю Что сейчас Пора сделать уже выбор Ребята Вот именно вам Я думаю Кто-нибудь из вас Слушает Может быть Проезд служит Передайте всем Во все инстанции Мы продали Мы все В том числе И мы Жители Мы отдали Участок Парка Победы За 338 тысяч рублей Каким-то людям Которые вполне Там могут Построить Жилье Вместо школы Вместо парка Вместо всего прочего Заработать На этом Около Миллиарда рублей Купив землю За 300 тысяч рублей И вы думаете Что вам Кто-то Это спустит С рук Вот там Кто вышед И сидит Я сейчас Не про наш Мирскую ситуацию Нам всем отвечать Верите Не верите Но придется И тогда уже Там спросят А почему Ты позволил Каким-то засранцам Простите меня Отобрать у людей Победу Вот эту память О победе Парк И школу А это правда И это все понятно всем И понятно всем было Прокурорам Судьям Там Правоохранителям Кем угодно МВД СК То есть всем было понятно Что решение Суда Областного На мой По моему Субъективному мнению Опять же Но Я думаю Что всем было понятно Что оно незаконно И теперь Давайте мы возьмем Этого судью Который Это все сделал Кто у нас там подписывал Там же коллегия По моему И насколько я понимаю Там многие судьи Отказали подписываться Наверное Я так предполагаю Но давайте мы сюда Соберем Судей Судей Что они думают Это же кошмар Как может Областной суд Отменяет Апелляционное решение Коллегиальное Такого в практике Практически Никак не бывает Это исключительное случай Что думают Судьи в Российской Федерации Это Сами понимаете Ну что Они прекрасные же люди Они много получают Они выносят Справедливое Наверное решение Последний видимо В этом эфире 211-101 Алло Добрый день Алло Добрый день Да пожалуйста Представьтесь И ваша позиция Татьяна Ивановна Черезова Я с удовольствием Слушаю Здоровья Татьяна Ивановна Здоровья И конечно Подписываюсь Под этим письмом Но мы как раз Вместе с Виталием Собирали Эти шесть Половина тысяч Подписки И вот я хотела бы Еще напомнить Одну ситуацию Когда депутаты Четвертого созыва В свое время Приняли на последнем Заседании Думы Решение о том Чтобы выкупить Два участка По 05К В Урванцево У господина Крепостнова За 46 миллионов И когда вот Речь шла О продаже Этого участка Я сравнивала Как можно было Один гитар Купить за 46 миллионов У нас в администрации Столько много денег И в то же время Выручить С продажи 338 тысячи 4,5 гектаров ГА И конечно Я считаю Что здесь Просто вот это Лоббирование Владимира Васильевича Быкова И думаю Когда же Все-таки Этот человек Будет привлечен К ответственности За все эти деяния Которые Сделаны были Против жителей Города Кирова Вот Конечно Я рада Что этот вопрос Снова возник И хочется Чтобы Правоохранительные органы Правильно Отреагировали И Остановили истину Спасибо Спасибо за ваш комментарий Еще раз Все-таки Работала в Гордоме Предыдущего созыва Очень хороший депутат Хотелось бы Чтобы здесь В этой студии Были также Представители Противоположной стороны И люди Которые Может быть Не защищают Новых владельцев Или прежнюю администрацию Но все-таки Указывают На необходимость Соблюдения Юридических Каких-то Правил Законов И так далее Пожалуйста Звоните нам 211-101 В студию Мы обязательно Предоставим В редакцию Мы предоставим вам Эфир И продолжим Обсуждение Этой темы Остается буквально Полминуты Да Меня тоже Очень удивила Эта история 338 тысяч При любых раскладах Что там могло бы быть Жилое ли строительство Спорт ли комплекс Деревья И песочницы Что угодно Но деньги Просто совершенно Неадекватные Деньги Совершенно неадекватные И тут еще Друзья Еще одна история У нас же рядом Еще одна серьезная Такая зона Которую непонятно Как будет использовать Территория Квату Меня лично Она тоже очень волнует Как это будет Использована территория Потому что Опять же Жители Три раза в нашем эфире Высказали Что они хотят Там соцобъекты И рекреацию А судя по всему Там будет строительство Многоэтажное Нужно выносить На обсуждение Это самое главное Если мы Заканчив В заключении Хотелось бы сказать Следующее Самое важное Мы находимся В таком истерическом моменте Сейчас Когда нас ожидает В марте Великие события Выборы президента Российской федерации Мы все Прямо понимаем Кто это будет И хотелось бы Обратиться к нему Лично Может быть передадут К Грудини А вы за Грудини Нет Я за Владимира Владимировича Это следующий эфир Я хотел же сказать Именно Владимиру Владимировичу Его штабу избирательному Администрации президента Вот решите Этот вопрос Поставьте его На то Что мы Решили Эту проблему Мы молодцы Виталий И ты проголосуешь За Владимира Владимировича Я обещаю Что я проголосую В этом случае За Владимира Владимировича Путина Понятно И позову с собой Еще человек 20 Как минимум Денис Ерофин Медалья Брам Судьба Парка Победы Снова на повестке дня Мы продолжим обсуждение В следующих эфирах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok